Приветствую вас, друзья мои и постоянные зрители, и вас, кто первый раз зашел на мой канал. Мы продолжаем гулять по Риму. Перед экскурсией я всегда приезжаю в центр Рима чуть раньше, чтобы полюбоваться утренним городом. Хоть экскурсия и начнется с пьяца Даль-Пополо, но я вышла на станции метро Спанья. Перед нами испанская лестница с прекрасным видом на церковь Тремитадой Монти, на одной из пяти французских католических церквей в Риме. В центре площади Испании находится знаменитый фонтан Баркачча. В переводе с итальянского это «баркас» или «лодка». Это были специальные лодки с низким бортом для перевозки бочек с вином. Кстати, в Риме есть несколько фонтанов, которые напоминают нам о вкусном итальянском вине. Это работа скульптора Пьетро Бернини и его сына Джан Лоренцо Бернини, без работ которого сейчас сложно представить Рим. Папский гирк нам подсказывает, что фонтан был сделан при папе Урбане VIII из семьи Барберини. Основной исполнитель его воли и любимчик как раз и был Джан Лоренцо Бернини. Настоящая фамилия семьи папы была не Барберини, а Тафани, что в переводе означало «слепень» или «овод». Статус семьи рос, и оводы поменяли на трудолюбивых пчел. Папа Урбан VIII был человеком очень деятельным и трудолюбивым, а пчелы ассоциируются с трудолюбием папы. В качестве имени выбрали название городка, в котором жил папа – это городок Барберино. За 20 лет пребывания на папском престоле папа успел разбросать по Риму почти 10 тысяч пчел. Эта скульптура папы Урбана VIII из семьи Барберини находится в Капитолийских музеях. И как вы думаете, кто автор этой работы? Конечно же, Бернини. Вам удалось рассмотреть пчелы солнца на одежде папы? Прямо как на фонтане Баркачча. С площади Испании я вышла на улицу Бабуина, а там свернула на замечательную улицу Маргутта. На этой улочке, про существование которой многие даже не знают, живут и работают римские художники. В их честь на улице Маргутта есть фонтан – фонтан художников. Это еще один фонтан Пьетро Ломбарги. Фонтан был создан в 1927 году. На фонтане изображены атрибуты, необходимые для художников. Кисти, циркуль, палитра, мольберт. А водичка льется из двух масок – одна грустная, другая веселая. Это говорит о том, что жизнь у художников переменчивая – то взлеты, то падения. На минутку решила заглянуть во дворик, где снимали фильм «Римские каникулы». Именно здесь снимал комнату журналист Джо Брэдли. Такой милый, ухоженный дворик, так и хотелось остановиться здесь и посидеть. Я всегда вам советую, заходите в «Римские дворики». Если видите открытую дверь, смело заходите. В этом дворике было очень много лестничных пролетов, куда хотелось подняться или спуститься и заглянуть за каждый уголок. А вдруг там еще что-то есть интересное. И на одной из ступенек я так сильно подскользнулась, что за одно мгновение у меня перед глазами пролетела вся жизнь. Но слава богу, что не упала. К чему я это все говорю? Осенью и зимой в Риме бывают часто и дожди, и туман. И здесь очень важно помнить, что в это время гулять по Риму нужно не только в удобной обуви, а гулять придется много. Но и важно, чтобы подошва вашей обуви не скользила. В Риме очень много мраморных лестниц, которые при большой влажности бывают скользкими и опасными. Ох, и напугалась же я, пока махала руками и ловила равновесие. Как бы я потом пошла на экскурсию? От испуга я даже забыла, что заходила во дворик специально для того, чтобы показать вам балкон, где снимал комнату журналист Джо Брэдли из фильма «Римские каникулы». Теперь уж точно покажу в следующий раз. Очень часто я начинаю мои экскурсии с Пьяце-дель-Пополо. Встречаю туристов у станции метро Пьяце-дель-Пополо, и мы вместе проходим через фламиневые ворота Агрелиановой стены. Фламиневые ворота получили свое название от античной дороги, которая проходила здесь. Через эти ворота входил в Рим Микеланджело, Караваджо и многие другие знаменитые люди, и, конечно же, многочисленные путники. Пройдя через ворота, они попадали на площадь. Сейчас уже сложно представить, что Пьяце-дель-Пополо была окраиной Рима. Если перевести с итальянского Пьяце-дель-Пополо, то получается Народная площадь. Пополо – народ. Но почти так же на латинском пишется слово «тополь» – «populus». Так все-таки площадь Народная или площадь Тополя? Если придерживаться версии, что площадь Народная, то, по легенде, народ собрал деньги на возведение церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Если же придерживаться версии, что это площадь Тополя, то, по легенде, в Тополь вселился дух Нерона. Здесь, на этом месте, находилась гробница Домицеев, в которой покоилась урна императора Нерона. Как мы помним из истории, Нерон не любил христиан. И в свое время в цирке Нерона, где сейчас находится базилика Святого Петра, Нерон казнил много христиан, в том числе и Святого Петра. Там же Святой Петр был и похоронен, а потом на этом месте была возведена базилика Константина, а в начале XVI века на этом месте был возведен собор Святого Петра. Под главным алтарем находится могила Святого Петра. Но вернемся на пьяце Дель-Пополу. У Нерона была такая ненависть к христианам, что прах вроде бы лежал в урне, а душа никак не могла найти покоя. Легенда гласит, что днем Дух Нерона прятался в Тополе, а ночью ходил по городу и хулиганил, все так же нападал на христиан. Чтобы усмирить хулигана, была привлечена даже полиция. И вот однажды полицейский схватил хулигана за шиворот и стал звать на помощь других полицейских. Те быстро прибежали, а в это время Дух Нерона так сильно чихнул, что пока полицейские протирали глаза, Дух Нерона исчез. Неуловимый Дух Нерона. Папа Пасхали II устал терпеть это безобразие и приказал срубить Тополь. Дух Нерона исчез, а на его месте построили часовню на народные деньги. Со временем часовню перестроили в церковь, которая сейчас называется Церковь Санта-Мария Дель-Пополу. Гробницу Домице в 2000-х годах обнаружили под главным алтарем церкви. Сейчас ее перенесли на улицу Кассия, где она находится и до сих пор. Когда буду в той стороне, обязательно вам ее покажу. Очень часто в своих видео, когда я бываю на Пьяце Дель-Пополу, я рассказываю об улицах, которые отходят от площади. И не будет лишним еще раз повторить, так как на канал подписываются новые зрители, и хочется, чтобы с первого видео им было всем все понятно. Итак, от площади отходят три главные улицы. Сначала от площади отходила прямая дорога. Это была Виа Лата, улица Лата. Сейчас это Виа Дель-Корсо, в переводе с итальянского улица Бегов. Так как здесь на площади начинались конные скачки, а у дворца Венеция заканчивались. Папа Павел II очень любил бега и наблюдал за ними с высоты своего дворца Венеция. Потом, в начале XVI века, площадь была соединена с портом Репетто. Была проложена улица, которая сейчас носит название Виа Дерепетто. По этой улице можно дойти до Ватикана. Спустя еще некоторое время была проложена третья улица Виа Дель-Бабуину и получился так называемый Трезубец. Три главные улицы, которые отходят от площади. Площадь украшают великолепные фонтаны. Фонтан богов Рима, а на противоположной стороне находится фонтан Нептуна. Этот же фонтан символизирует Рим в окружении двух рек – Тибра и Анене. И, конечно, фонтан украшает волчица, которая вскормила братьев Ромула и Рема. А вверху, на холме Пинчу, находится великолепная смотровая площадка. Давайте поднимемся выше. Но прежде чем мы поднимемся на смотровую площадку, я расскажу вам еще одну историю. КОНЕЦ Это место называют Мура Торто – Кривая стена. Особенностью Мура Торто является то, что она изогнута и есть наклон. Достаточно внимательно посмотреть, чтобы заметить – стена наклонена и кажется, что в любой момент может упасть. У Мура Торто очень плохая репутация. Призраки, проклятия и разные легенды. Согласно легенде, стена стала кривой после удара молнии в тот день, когда был распрохлётом. На протяжении веков про это место складывались страшные легенды истории. Вероятно, это было связано с тем, что во времена Папского Рима было принято решение хоронить воров, бродяг, самоубийц и проституток за этой стеной и в этом районе. Сначала в этом районе народ пугал призрак Нерона, а потом духи погребенных там грешников. Души, страдающие от боли, продолжали бруждать по этим местам в поисках мести, ведь многих из них казнили без доказательств и защиты. Сейчас вокруг стены натянута сетка. Дело в том, что это место притягивало самоубийц. Они приходили сюда для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. И поэтому администрации Рима было принято решение натянуть сетку в целях безопасности. Вилла Бургези утопает в зелени. Здесь много деревьев, ухоженных садов. Вилла огромная, с романтическими смотровыми площадками, фонтанами, водными часами и очаровательным озером. Немногие туристы успевают пройти всю виллу Бургези. Недалеко от смотровой площадки находится аллея бюстов. Она появилась в Риме где-то в 1849 году. С 1808 года Рим, как и многие другие части Италии, попал в руки наполеоновских войск. Архитектору Джузеппе Володье было поручено спроектировать новые сады и площадь. Кстати, пьяцца Дель Попула была выполнена по проекту Джузеппе Володье. Правительство постоянно менялось. Многие проекты, начатые при Наполеоне, были заморожены. Но сады все-таки были завершены. То правили папой, то Наполеон, а в 1849 году папа Пий IX был свергнут Римской республикой. И чтобы оказать хоть какую-то финансовую помощь безработным художникам, жившим в Риме, новое правительство поручило скульпторам изготовить 52 бюста выдающихся итальянских личностей и украсить сады Пинчо. И в это время правительство постоянно менялось. То папы правили Римом, то вновь была республиканская система правления. Волшебные водные часы на Вилле-Бургезе датируются 1867 годом. Посмотрите внимательно, они находятся внутри фонтана. Часы работают благодаря воде, которая поступает сверху. Одним словом, настоящая инженерная работа. Прогуливаясь по парку, водные часы часто остаются незамеченными. Их окружает множество деревьев. Если честно сказать, то эти часы очень часто ломаются, но их ремонтируют, и они опять показывают время. Когда пьяца Даль-Пополо соединили с холмом Пинчо, и пьяца Даль-Пополо стала теперь не только главным входом в Рим с севера, но и стала любимым местом для прогулок. С высоты холма Пинчо в праздники можно было увидеть, да и сейчас можно увидеть салюты. А когда на площади проходят концерты, то здесь все прекрасно слышно. Я создала свой канал как путеводитель по Риму. Показываю вам интересные места, на которые стоит обратить внимание. Советую, куда сходить. Я не устану повторять, что Рим – это единственный город в мире, в котором находится так много достопримечательностей. Иногда, стоя на одном месте, например, на площади Венеция, можно увидеть одновременно несколько эпох. А есть такие интересные достопримечательности, в поисках которых надо походить по извилистым улочкам. И их еще не всегда удается найти. Если вы хотите за короткий срок пребывания в Риме увидеть как можно больше достопримечательностей, прикоснуться к стенам, которым более двух тысяч лет, пройти по мосту, построенному до нашей эры, и суметь найти и рассмотреть средневековые здания и башни, ведь они так умело встроены уже в позднюю архитектуру, тогда вам стоит обратиться ко мне, и я покажу вам Рим. На наших прогулках я буду обращать ваше внимание на самое важное и интересное. Расскажу вам легенды и истории, связанные с этими достопримечательностями. По всем вопросам пишите мне на электронную почту. Пандемия когда-нибудь отступит, откроет все границы, и вы сможете путешествовать, как прежде. Сейчас в Риме очень много туристов. Рим уже с конца октября начали украшать к Рождеству и Новому году. Ну а я в свою очередь закупила коробку рождественских сладостей и раздаю своим туристам в подарок. Вот и подошла к концу наша небольшая прогулка. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok